Продолжилась тенденция ухода из общеобразовательных школ на обучение в форме семейного образования. С одной стороны, это право родителей, право законное, конституционное, оно оговорено и в законе об образовании, есть и специальная процедура. Другой вопрос, что, к сожалению, опять же, следует отметить, что промежуточную и итоговую аттестацию, которую дети проходят в образовательном учреждении, несмотря на то, что обучаются по семейной форме, показывают достаточно низкий уровень освоения учебного материала. То есть это повод для того, чтобы родители задумались все-таки и принимали решение взвешенно. Есть объективные формы перехода на семейное образование, когда семья уезжает жить за рубеж на несколько месяцев или на год, на два. А есть просто вот некая компанейщина в этом вопросе, что в принципе недопустимо. Если говорить по усилению роли политехнического образования, значит, у нас увеличилось количество классов с углубленным изучением на профильном уровне предметов математики, физики, химии, информатики. Организована проектно-исследовательская деятельность обучающихся. Проведена политехническая олимпиада. Для учащихся 9-11 классов число участников составило 31 человек, победителей и призеров 11. И город Полевской успешно участвует, и поэтому он узнаваем на сегодняшний день. И нашего участия ждут в региональном проекте Уральской инженерной школы, в частности в движении WorldSkills. Профориентационная карта города сегодня включает 9 предприятий, где ежегодно организуется более 100 образовательных экскурсий, в которых участвуют до 2000 учащих. Ежегодно в начале сентября подписывается расписание уроков, которые проходят на предприятиях города, подписывается управляющим директором Северского трубного завода, руководителем попечительского совета и начальником управления образованием. Кроме профориентационных уроков на предприятиях города проходят уроки химии, физики, географии. Реализуется уже 4 года проект «Точка опоры». За 4 года приняли участие более 1000 детей. В 5 школах за счет грантов, полученных как призовые в этом проекте, приобретено 9 специализированных кабинетов, лего-конструктор для детей начальной школы и среднего звена. В этом году призерами стали по местам школы 14, 18 и 4. Следует отметить, что есть и результаты нашей работы, которые нас на сегодняшний день не могут устраивать и по которым на сегодняшний день уже приняты управленческие и организационные решения. 11% девятиклассников получили на экзамене по математике оценку 2. Правда, в прошлом году их было почти в 2 раза больше, в этом году только 11%. И 24% не успевающих по итогам года как раз не успевают по математике. С этой целью с начала учебного года и на весь учебный год запланирован обучающий семинар для учителей математики. Семинар будет носить практическое направление, элементарно будем учиться решать задачи. Вот так вот я скажу. То есть то, что сегодня предлагает ИРО, Институт регионального образования, это правильно, наверное, но, к сожалению, это только методика. Методика преподавания предмета. Мы столкнулись с тем, что у нас, ну это не только характерно для Полевского, это в целом для области, да и для России, скажем так, что учителя элементарно не решают задачи. Если учитель сам не решает задачи, он не сможет научить этому ребенка. Поэтому весь год два учителя математики, я благодарна коллегам на то, что они откликнулись, несмотря на великую занятость. Это Бажова Наталья Михайловна, школа 4, учитель высшей категории, лауреат премии губернатора. И Краснова Лариса Николаевна, учитель 17-й школы. Вот две такие группы, два таких больших семинара под моим контролем, вплоть до заведения журнала, до отметки посещения. Учителя математики будут учиться.